Я календарь переверну, но газ по Северному потоку 3 сентября не пойдёт. Газпром сообщил об остановке на неопределённый срок газопровода, сославшись на то, что техобслуживание единственное работавшее до последнего момента турбины выявило неисправность, устранить которую можно только на канадском заводе, от чего будет зависеть возобновление работы Северного потока. Северный поток установлен на неопределённый срок. Газпром сообщил, что техобслуживание единственное работавшее до последнего времени турбина выявил неисправности. Газопровод не заработает без их устранения. Получено предостережение Ростехнадзора. Письмо о выявленных неисправностях направлено компанию «Сименс Энерджи». В своем телеграм-канале концерн опубликовал фото одной из обнаруженных утечек масла. Такие же утечки были выявлены на трех других турбинах «Северного потока». Устранить эти недостатки можно только на заводе в Канаде. Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заводской ремонт турбин «Северного потока» невозможен из-за санкции. По словам «Сименца», просто-напросто эти работы проводить негде. Остановку «Северного потока» мы обсудили с гендиректором Фонда национальной энергобезопасности Константином Симоновым. Но вы лично ожидали что-то подобное, что последняя турбина окажется неисправной? Ну, вы понимаете, что сейчас наши газовые отношения находятся с Европой в таком драматичном состоянии, что сбрасываются из счетов. Самые критические варианты, включая и полную остановку поставок, конечно же, не стоит. Мы живем в такое время, когда, увы, приходится допускать и то, что еще недавно оказалось совершенно невозможным. Пока, правда, мы еще окончательно не разорвали наши газовые отношения. У нас еще есть Северный поток, есть еще небольшие поставки через Украину, через Сумскую область. Но, конечно, объем наших поставок в Европу стремительно сокращается. И вариант, что Северный поток один и не выйдет из ремонта, он рассматривался, кстати, еще и когда летом уходили на регламентные работы. Так что сейчас он тоже был возможен. И, как мы видим, пока он реализуется. И с европейской стороны тоже ставки поднимаются. Вы знаете, что сегодня было заявление Урсуру Фонда Ляйна об идее предельных цен на газ. Я не исключаю, что это тоже могло спровоцировать «Газпром» на такое решение, когда они указывают, что действительно, правильно сказать, они апеллируют протечки масла и уверяют, что компания «Симмонс» эти акты об утечке масла подписала. Но Европа все равно, как вы знаете, «Газпром» уже не слишком верит, считая, что «Газпром» сознательно эти турбины не забирает. И апелляции к санкционным режимам, которые являются, скажем, в Великобритании уголовным преступлением, на Европу не действуют. Поэтому пока, увы, происходит пугание друг друга, Европа уверяет, что... Ну, то есть по-прежнему все упирается в санкции? Пока они снимут санкции, турбины не отправятся на канадский завод, где только там, как говорится, ее могут починить? Ну, санкции в данном случае – это формальное, так скажем, проявление политической воли. Поэтому все упирается, я бы сказал, сильнее не в санкции, а в желание сторон все-таки договариваться. То есть главный вопрос – действительно ли Европейский Союз представляет свое существование без российских поставок, не просто там в виде какой-то абстрактной модели, а в виде реалий, точном реалии этой зимы. И ответный вопрос – действительно ли Россия также представляет функционирование своей газовой отрасли без экспорта в Европейский Союз? На фоне приостановки «Северный поток-1» Россия теперь будет снова продвигать идею запуска «Северного потока-2», и нас будут опять обвинять в том, что мы преднамеренно снижали прокачку, а теперь совсем остановили «Северный поток-1», чтобы открыть дорогу для второго «Северного потока». Абсолютно правильно. Я думаю, что Россия еще раз напомнит, что есть готовая труба, заполненная газом, на которой стоят новые турбины. Проводите сертификацию, которая, на самом деле, как мы понимаем, носит не технический, а политический характер, и запускайте трубу. В ответ на это, пока, по крайней мере, пока еще все-таки начало сентября, мы услышим, что на колени вы нас не поставите, запустить «Северный поток-2» означает встать на колени и выбросить белый фраг перед Путиным. Мы на это не пойдем. Я думаю, что пока, вот, собственно, эту риторику мы продолжим слышать. Ну, что будет зимой? Посмотрим. Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Из-за остановки «Северного потока» вопросы экономии терминалов СПГ и заполнения хранилищ становятся еще более важными. Теперь все зависит от каждого немца, заявил глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. Страны Запада тем временем намерены ввести предельные цены на российский нефтегаз. Страны «Большой семерки» договорились ввести потолок цен на российскую нефть, несмотря на предупреждение России не продавать черное золото странам, которые это сделают. По данным британской Financial Times, потолок цен на нефт вступит в силу с 5 декабря. Между тем, в Еврокомиссии уже заявили, что пришло время ввести ограничение цен на трубопроводный газ, поставляемый из России в Европу. Страны Запада хотят ввести предельные цены на российские энергоносители, как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Пришло время для того, чтобы ввести ограничение цен на трубопроводный газ из России. По словам, Еврокомиссия скоро выступит с таким предложением. ЕС поддержала также инициативу «Большой Семерки» ввести ценовой потолок на российскую нефть. Ранее Министерство финансового страна G7 по итогам встречи заявили о намерении ввести предельные цены на российское черное золото. Для этого они хотят создать широкую международную коалицию, запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене превышающей согласованный лимит. Комментирует директор по исследованию выгонконсалтинга Мария Белова. Седьмой пакет санкций Европейского Союза, утвержденный, предполагает, что будет введено эмбарго на покупку российской нефти с декабря этого года и с февраля следующего года. Поэтому текущее обсуждение и, по сути, сегодня уже утверждение G7 правил установления потолка ценового для российских нефтепродуктов я бы трактовала как как раз попытку найти изящное решение вопроса ухода от седьмого пакета. Потому что странно, что, с одной стороны, Европейский Союз отказывается от российских нефтепродуктов, а с другой, крупнейшие игроки Евросоюза, участники, они же участники G7, обсуждают установление ценового потолка. Причем в те же самые моменты. Эти заявления, которые они делают по поводу предельной цены, они делают накануне зимы, которая ничего хорошего пока что не сулит никому. Как оценить нынешний рынок нефтегаза? Это все-таки больше рынок продавца или рынок покупателей? В текущих условиях, если мы говорим о газовом рынке, это 200% рынок продавца, потому что заместить там российские объемы в Европе никто не может. И продавцы диктуют правила. Катар отказался подписывать соглашение с Германией, несмотря на то, что делегации Германии ездили несколько раз в Катар. Контракта мы не увидели. Норвегия, которая является поставщиком газа в Европу, заняла тоже жесткую позицию. Это когда ее попросили подумать о снижении цен на газ для родственных душ. Что касается нефти, зима – это тот период, когда, в принципе, спрос растет, потому что отопительный сезон начинается. И то, что мы видим по заявлениям ОПЕК+, страны тоже не готовы и не могут нарастить свое производство в том объеме, чтобы замещать Россию. Поэтому дальнестейный рынок – это тоже рынок продавца, и мы это видим сейчас в достаточно высоких ценах. Мария Белова, директор по исследованиям «Выгонконсалтинг», ранее вице-премер Новак, предупредил, что Россия не будет поставлять нефть всем странам, которые ведут потолок цен на российское сырье. То же самое произойдет и с газом в случае установления предельных цен, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович. Что касается предельных цен на газ, при попытке их внедрить, поставки газа будут установлены. И вместо того, чтобы отказаться от российского газа через полтора, два, три года, когда предельных ценах это будет удобно, ему придется отказаться от российского газа прямо здесь и сейчас. Готов ли он к этому? Я сомневаюсь, иначе они давно уже пытались реализовать. Ведь подобные идеи высказывал, например, министр Марио Драги несколько месяцев назад. Сегодня или вчера Фонда Лянь просто повторила его позицию. Но это искованная история. Окажется, без газа прямо здесь и сейчас. А что касается нефти, то, что сегодня опубликовано в коммунике «Большой семерки», это просто дипломатический документ, такая декларация, которая призывает разные страны присоединяться в мире к этой самой инициативе. Совершенно не факт, что от этой декларации какой-то будет толк, что какой-то Китай и Индия реально хотят к этому присоединяться. Зачем вам это нужно? Китай и Индия и так получают скидки на российскую нефть. Эту скидки не нужно согласовывать ни с каким Западом. Так что я не очень верю в то, что эта штука эффективно сработает. Мы можем аналогично рассмотреть вариант, давайте установим прайс-кэп на немецкие автомобили. Все вместе не будем покупать немецкие автомобили или английское пиво выше цены определенной. Это примерно такого же типа инициативы. Станислав Митрохович, ведущий эксперт фонда национальной энергобезопасности, с идеей вести потолок цен на российский нефтяной экспорт выступила ранее американская администрация. В конце июля французский лидер Макрон говорил, что Запад уже работает над механизмом ценового потолка. Ограничение цен ожидается на уровне 40-60 долларов за баррель, сообщило тогда агентство Bloomberg. США попробуют в ближайшие недели союзниками определить потолок цен на российскую нефть, сообщил Белый дом. В то время Газпром объявил, что газопровод «Северный поток» остановлен на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей. Соединенные Штаты и их союзники попробуют в ближайшие недели определить потолок цены на нефть из России. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Как отметила Жан-Пьер, Вашингтон считает, что введение ограничения цен на российскую нефть поможет сократить доходы Москвы. Россия уже предлагает некоторым странам крупную скидку до 30% и долгосрочные контракты. Это также свидетельствует о том, что Россия планирует продолжать поставки своей нефти и готова терпеть более высокие скидки, заявил Жан-Пьер. Кроме того, по мнению Вашингтона, введение предельной цены на российскую нефть приведет к снижению мировых цен на энергоносители. Большая «Семерка» уже в пятницу представит план ограничения цен на российскую нефть. По данным Блумберг, будет обсуждаться диапазон от 40 до 60 долларов за баррель. Вице-премьер Новок на это заявил, что Москва прекратит поставки черного золота тем странам, которые введут потолок цен. Полный абсурд. Так в российском Кабмине отозвались о введении потолка цен на нашу нефть. Ранее американская Уолл-Стрит Джонс сообщила, что эту меру 2 сентября обсудят страны Большой Семерки. О том, как это может повлиять на рынок и доходы России. Михаил Сафонов. Реакция России была предсказуемой, да и говорили наши власти на эту тему уже не раз. Если будет установлен потолок цен для нашей нефти, и какая-то компания или страна будет следовать этому правилу, то Россия просто не будет продавать им нефть. Саму идею ограничить цены вице-премьер Александр Новок назвал полным абсурдом и добавил, что ни ведущие производители нефти, ни ее покупатели такое предложение не поддерживают. Правда, какой именно потолок могут ввести, пока никто не знает. Идея G7 в том, чтобы Россия продолжала бесперебойно поставлять нефть на рынке, но чтобы наши доходы от этого сократились. Понятно, что мы не будем продавать нефть ниже себестоимости. В Минэнерго в прошлом году сообщали, что она заставляет от 15 до 45 долларов за баррель, плюс расходы на транспортировку. А еще нужно получить хоть какую-то прибыль. Соответственно, для нас приемлемая цена примерно 80 долларов за бочку, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин. В районе 80 долларов за баррель цена для Российской Федерации была бы в целом приемлема. Ниже 62 долларов за баррель мы точно не должны продавать. Российская Федерация будет искать покупателей вне сообщества Большой Семерки, чтобы избежать соответствующего дисконта. Единственное, все покупатели, которые на российскую нефть рассчитывают и ее покупают, будут также видеть, какие есть рекомендации от Большой Семерки, будут понятным образом использовать этот рычаг, что российская нефть должна продаваться дешевле. Если потолок введут, то, судя по имеющимся данным, это не означает, что кто-то не сможет покупать российскую нефть выше установленной цены. Но такие покупатели по плану Большой Семерки не смогут привлечь финансирование и застраховать поставки. Это тоже выглядит несколько абсурдным. Потому что если есть продавец, есть покупатель, и они сошлись в цене, то и деньги найдутся, и страховщик тоже отыщется. Другое дело, что сойтись в цене, возможно, станет сложнее. Покупатель явно будет просить скидку, слегка шантажируя введенным потолком. Но Россия это уже проходила, продавая нефть с дисконтом. И даже с его учетом средняя стоимость российской марки Юрлс за январь-август, как сообщил Минфин, составила 82 доллара за баррель. Рост по отношению к тому же периоду прошлого года 26%. Правда, тогда и рубль был значительно слабее. И если взять средний курс стоимости нацвалюты за прошлый год, то получается, что в 2021, что в 2022. Ром, цена барреля в рублях была примерно одинаковой. Около 5 тысяч. Сейчас, если введут потолок, то мировые цены на нефть без сомнения пойдут вверх. И Россия, вероятно, сможет заработать больше, предполагает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник. Это просто взорвет рынок, и мы умеем перестраиваться с логистикой, и найдем инструменты, как продавать нефть, ну, скажем так, примерно в тех же объемах. Это взорвет цены, и мы будем просто еще больше зарабатывать. Они вот акцентируют на этих вещах, да, страхование. Это вопрос десятый. Конечно, всю эту конфигурацию это юристы обдумают и решат, как сделать так, чтобы не было каких-либо серьезнейших проблем. Плюс исключения, они тоже возможны. Типа, если вы соглашаетесь работать по потолку, то мы вам даем исключение и для танкерных перевозок, для страховщиков у вас не будет никаких лимитов. В пользу предположения, что из-за потолка цены на нефть могут взлететь, стала реакция рынка на заявление Новака о возможном прекращении поставок. Акции крупнейших российских нефтяных компаний в четверг пошли вверх. Был, правда, не очень хороший звонок в конце августа, когда США и Индия провели, как писал Блумберг, конструктивные переговоры по поводу введения потолка. А именно Индия, как сейчас сообщило все то же издание, недавно закупила рекордный объем российской нефти, обогнав Китай. И вообще, эта страна за последние месяцы стала ключевым покупателем российской нефти. Зато можно вспомнить заявление американского Минфина, где в июле говорили, что лимит цен нужно установить на таком уровне, чтобы России все равно было выгодно добывать нефть. Дальше у покупателей будет выбор – приобретать топливо по очень высоким рыночным ценам или договариваться с Россией, которая откажется продавать по искусственно заниженным ценам. А после отрицания и гнева, как известно, начинается торг. На новостях о выплате промежуточных дивидендов акции «Газпрома» на Мосбирже в среду в моменте взлетали на 35 с лишним процентов. Накануне «Газпром» на три дня остановил поставки газа по Северному потоку из-за ремонта единственной оставшейся турбины, а также сократил или вовсе остановил поставки топлива некоторым европейским потребителям и заявил о строительстве нового газопровода в Китае. «Газпром» сокращает или вовсе останавливает поставки газа некоторым европейским потребителям? Заявляет о строительстве очередного газопровода в Китае. Происходит на фоне рекордной прибыли российской корпорации за полгода, с которой «Газпром» планирует заплатить дивиденды. Подробнее о взаимоотношениях «Газпрома» с покупателями топлива в Европе и Азии. Михаил Сафонов. Два дня подряд появлялись сообщения, за которыми стоят споры «Газпрома» с европейскими потребителями газа. Сначала корпорация сообщила, что приостанавливает поставки топлива французской «НГ». И связано это с тем, что компания не заплатила в полном объеме. А согласно указу президента, тому самому, по которому европейские покупатели платят за газ в рублях, если деньги в срок не пришли, то поставки прекращаются, что и должно произойти с 1 сентября. В среду стало известно, что «Газпром» сократит поставки в адрес итальянской нефтегазовой группы «Эни» с 27 миллионов до 20 миллионов кубометров газа в сутки. То есть больше, чем на четверть. Причем это происходит не первый раз. Еще в конце июля «Газпром» сократил поставки для «Эни» с 34 миллионов до 27. С чем это связано, в Москве не сообщили. Но есть версия. «Газпром» за последние месяцы резко сократил прокачку газа в Европу. И, возможно, итальянцы и французы не получили то, что планировали. А деньги российская компания пока требует в полном объеме. Согласно контракту. Продолжает директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. «Газпром» в результате недозагрузки «Северного потока-1» в последние месяцы недопоставляет газ по контракту итальянским и французским компаниям. В этой ситуации можно предположить, что французы и итальянцы хотят заплатить только за те объемы газа, которые были реально поставлены «Газпромом» в период недозагрузки «Северного потока-1». На мой взгляд, именно с этим связаны те контрактные споры, которые возникли у «Газпрома» с французскими и итальянскими контрагентами. Тем временем в «Газпроме» рассказали о своих планах по поводу поставок в Азию. Как заявил глава корпорации Алексей Миллер, «Газпром» начал проектирование нового трубопровода в Китай, который пойдет с нашего Дальнего Востока, а точнее с Сахалина. О заключении договора купли-продажи газа сообщалось еще в начале февраля. То есть это будет третий газопровод, по которому топливо пойдет в ЭТР. Первый – уже работающий «Сила Сибири». Второй – «Сила Сибири-2» с его продолжением по территории Монголии, которая получила название «Союз-Восток». И вот третий. Но стоит заметить, что два последних пока на стадии проектирования, то есть на бумаге. А из Китая пока не было слышно слов приветствия будущему строительству. И понятно почему. В КНР грядет 20-й съезд коммунистической партии. Он начнется 16 октября, и там могут переизбрать Сыдзиньпина. Так что пока это важнейшее для страны мероприятие не закончится, вряд ли будут какие-то программные заявления. И тем не менее, Китай заинтересован в дополнительных поставках российского газа, замечает завсектором экономики и политики Китая ММО «Ран» Сергей Луконин. Китаю это нужно и выгодно. Он, во-первых, будет использовать это для выгоды своей собственной экономике. Понятно, что если будут дешевые ресурсы, газ, а это же не только энергия, это еще и химия, это удовлетворение. Он теоретически может выиграть в конкурентной борьбе с европейской экономикой, потому что теперь в Китае в любом случае производить будет дешевле какие-то энергоемкие продукты. Вопрос главный – какая стоимость этого газа? Я думаю, что он даже выбивать не будет, он просто скажет, что его устраивает и на этом закончится. Скорее мы будем вынуждены принять его условия. С Китаем у «Газпрома» долгосрочные контракты. По силе Сибири договор на 30 лет, по дальневосточному маршруту – на 25. И КНР явно будет покупать российский газ гораздо дешевле, чем Европа. Особенно в сравнении с нынешними ценами на европейской бирже, которые при сокращении поставок позволили «Газпрому» за первое полугодие получить большую прибыль, чем за весь прошлый год – 2,5 триллиона рублей. Интересно сравнить объемы. По силе Сибири идет 38 миллиардов кубометров газа в год. Дальневосточная магистраль прибавит еще 10 миллиардов. Вторая сила Сибири – еще плюс 50 миллиардов кубометров. Итого около 100. Это примерно в полтора раза меньше, чем объем, который корпорация ежегодно поставляет в Европу. То есть о полной переориентации на Азию речи, конечно, не идет. Да и строительство газопроводов – дело небыстрое. К примеру, первую силу строили 5 лет. Как поменяется мир, когда Россия построит новые газопроводы в Азию? Остается только гадать, что является делом совсем неблагодарным. Долю на возобновляемой энергии до 45% к 30-му году, чтобы отказаться от российских энергоносителей. Брюссель объявил новую энергетическую стратегию Евросоюза. На нее хотят потратить 300 миллиардов евро за 8 лет. Насколько реалистичен такой план? Новая энергетическая стратегия Евросоюза. Брюссель официально объявил в среду, что начинает масштабную модернизацию европейской энергетической системы. Там намерен увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 30-му году. На модернизацию планируется потратить 300 миллиардов евро. Конечная цель – полностью отказаться от российских энергоносителей. Насколько план реалистичен, каковы шансы с вложиться в заявленные сроки? Об этом Андрей Жвербес. План, обнародованный в среду, получил название Repower EU, что можно очень приблизительно перевести как «новая энергия для Евросоюза». В настоящее время от 40 до 45% потребляемого на континенте газа поступает из России. В абсолютных цифрах это 155 миллиардов кубометров. К 2030 году предполагается сократить объем потребления именно на такую цифру. Пока что утверждается, что в течение текущего года может быть уже проведено почти две трети от этого сокращения. Если идея полного отказа от российского газа в принципе реализуема, поставленные временные рамки выглядят менее правдоподобными, считает независимый аналитик Дмитрий Лютягин. «Быстро найти альтернативу российскому газу. Это только жиженый природный газ из Катара, из Соединенных Штатов, из Австралии. С учетом возможности расширить мощности производства. Процентов 5-10 от объемов, которые они там производили. Из-за разгара пандемии в азиатском регионе азиаты в меньшей степени потребляют жиженый природный газ. Но это, наверное, процентов 15-20 российского газа, который поставляется. Если же мы говорим про среднесрочный горизонт планирования, то здесь вот этим производителям придется осуществлять инвестиции в расширение своих мощностей. И в самой Европе придется добавлять инвестиции и осуществлять проекты, связанные с регазификацией». Дмитрий Лютягин считает, что снизить зависимость от российского газа наполовину Европе удастся в срок от 2 до 4 лет. Если же говорить о трубопроводных проектах, которые позволят доставлять в Европу газ из Африки и Средней Азии и отказаться от российского газа полностью, на это потребуются еще более значимые инвестиции и еще более долгий срок на их реализацию. Другая мера, которую объявил Брюссель, это снижение к 2030 году потребления энергии за счет экономии от 9 до 13% от нынешнего. То есть строительные нормы, касающиеся теплоизоляции новых жилищ, которые в ЕС теперь и так достаточно жесткие, будут ужесточены еще больше. Кроме того, за это же время планируется увеличить долю возобновляемой энергии в европейском энергобалансе с 40 до 45%. Для достижения этой цели ЕС собирается удвоить долю крыш зданий, облицованных солнечными батареями, а главное упростить процедуры строительства ветряных электростанций. Если это ему удастся, то в результате от этого со временем выиграет и Россия, уверен председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. Поскольку территория, на которой строятся ветропарки, она, как правило, большая, в Европе она очень плотно заселена и у каждого участка земли свой владелец, то, наверное, упрощение процедур это разрешительная система от органов власти и регуляторов. Есть определенные технологические требования. Если Европа еще дальше хочет ее упростить, то, конечно, это с точки зрения развития возобновляемой энергетики можно только приветствовать. Нам плюс, поскольку мы тоже сможем в дальнейшем применять те технические решения, которые будут результатом развития отрасли вследствие упрощения процедур разрешительных. Ожидается, что в ближайшее время Еврокомиссия предложит поправки в законодательство, которые сделают обязательным заполнение подземных резервуаров для хранения газа в ЕС к 1 октября каждого года не менее чем на 90% от их емкости.